Да, еще раз добрый день всем. В общем, с творчеством этого фотографа я был знаком еще до того, как он прогремел на всю Россию в связи с этой выставкой, а знакомство состоялось при достаточно интересных обстоятельствах. Я в бытность союз сотрудником уголовного розыска неоднократно с коллегами обсуждал, со следователями мы обсуждали вообще вот эту скользкую тему, что есть порнография в целом, что есть детская порнография, как это все сопряжено с педофилией и ни у кого из экспертов, а я думаю, что мы можем называть экспертами тех людей, которые принимают решения в данном случае процессуальные с точки зрения закона, а не искусства и каких-то общественных взглядов. Эксперт-практик. Да, эксперт, причем именно правовой эксперт-практик. И в том числе некоторые его фотографии, они демонстрировались как пример именно искусства. И ни у кого тогда не приходило в голову, соответственно, зачислять его во вдохновители педофилов и тому подобное. Я обращу внимание наших пользователей, что буквально два часа, три часа назад на 47 News появился свежий текст, который Тимур и написал иногда жутко голые снимки всего лишь дети. И, собственно, я сразу обращаюсь к одному из финальных абзацев твоих профессиональных рассуждений. Чувствуется в новой истерике зародыш будущего закона, где за снимок ребенка в трусах будут давать срок. Вот хочется пояснить, как этой мыслью приходит автор Тимур Зайнулин и, собственно, практик, как мы только что выяснили. А сейчас давайте вспомним последние резонансные законы, так или иначе связанные с детьми, потому что ребенок зачастую для наших законодателей и законотворцев своего рода знамя, потому что оно однозначно понятие положительное. Все хотят защитить детей вне зависимости от того, сам ты родитель или просто сочувствуешь и переживаешь за подрастающее поколение. Но мы знаем тренд. Мы помним, как несколько лет назад Следственный комитет осознанно взялся за работу по этим преступлениям и буквально там раз, несколько раз в неделю видим сводки. Да, да, всегда. И все преступления против детей, так или иначе, они находятся всегда под особым контролем. Здесь же, что касается этой подоплеки, соответственно, раз вспоминаем печально известный закон Димы Яковлева, когда, оттолкнувшись от нескольких моментов жестокого обращения с детьми, просто запретили усыновлять, соответственно, наших детишек из детских домов иностранцам. Второй момент. Вспомним, соответственно, свежеиспеченного депутата Государственной Думы Виталия Валентиновича Милонова, который всю свою гееборческую вот эту кампанию начинал именно с целью защитить детей. Соответственно, при этом у нас никто не отменял общие уголовные составы, да, по преступлениям против детей. То, что мы называем педофилией, это всевозможные изнасилования, да, которые так всех нас пугают, всех нас возмущают. Но за эти годы, пока мы защищаем детей от иностранных усыновителей, от гомосексуалистов всевозможных, где хоть одно реальное ужесточение закона в отношении тех людей, которые совершают однозначные преступления. Фотография, картина, кинолента, она так или иначе может быть предметом дискуссии. Мы можем думать, как для каждой определяет в первую очередь для себя, соответственно. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то видит одно, кто-то видит другое. Но есть закон. И давайте такое предложение, да, что придерживаться либо закона, либо, соответственно, оставим возможность судить о том или ином явлении экспертом. Потому что никто из нас не будет без должного образования там разбираться в ядерной физике. Так обычно в цивилизованном обществе происходит. Да, у нас есть искусствоведы, у нас есть признанные художники, которые могут посмотреть на это не как какое-то конкретное явление, не как конкретный объект. Они же всегда смотрят на это в системе, в некой системе координат. И те же абстракционисты, да, они не какой-то манеры исполнения в первую очередь цены, а они цены как явление, как явление, которое отражает в том числе то время, да, когда движение появилось, продолжалось. Так и здесь. И, соответственно, сейчас, когда мы видим яркий, очень яркий отклик на это событие, да, до этого поднимались вопросы, естественно, у нас уже звучат требования о том, что надо это запретить, надо это указать. И в этом-то и видится какой-то зародыш этой законодательной инициативы. Да, ужас в том, что от кого мы это слышим. То есть не от человека, который действительно занимается искусством, который может сказать, да, эта грань, она немного... Ну, у нас же есть разные режиссеры, особенно кинорежиссеры, да, где можно сказать, да, грань, мы ее перешли. Предположим, и 18 плюс у нас стоит. Ну, тут-то что? Давайте посмотрим еще на такой момент. Выставка работала с 8 сентября. И только когда определенные, соответственно, личности, да, изложили, написали, возмутились и стали это через интернет, через социальные сети придавать порицанию, все, подхватили моментально и даже не стали вникать. У меня сразу вопрос к нашим чиновникам возникает, которые кричат, это пропаганда педофилии, ее необходимо запретить. Такую оценку в данном случае может сделать только лицо уполномоченное, лицо компетентное. В данном случае мы говорим о правоохранителях, да, которые, к слову, здесь не усматривают. Не усматривают. Да, не усматривают. Так, Тимур, какова ситуация, так каково развитие этой ситуации сейчас будет? Вот у нас, значит, Анна Кузнецова сказала, что она сказала, детская порнография, все, понятно. Мизулина сказала, самая настоящая пропаганда педофилии. Это я цитатами просто так и, но они же не, так сказать, не истина в последней инстанции. Совершенно верно. У нас в законе прописано, да, что мы можем рассматривать как порнографические материалы, все это есть. Другое дело, мы понимаем, что в такой ситуации в первую очередь как этими спикерами, так и обычными людьми правит эмоция, а не закон. И даже организаторы выставки, которые, вспомните, говорили, что мы отстоим, что это искусство, да, настаивали. По итогу они закрывают выставку и после того, давайте посмотрим, да, что мы видим. Кто у нас закрыл эту выставку, кто пришел, да, что стало ключевым моментом. Некая организация Офицеры России. Что вы представляете себе, когда видите Офицера России, вот какие ассоциации это у вас? Я представляю себе такой облезлый плакат рекламный на трассе между Петербургом и Москвой, там где-то в Рязанской области. А я вот что-то... Ой, не в Рязанской, а в Тверской, да, да, да. А я, кстати, вот у меня какая-то хорошая ассоциация была с Офицерами России в том-то и дело, что хотелось бы, чтобы Офицеры России занимались немного другими делами. Нет, мне кажется, в первую очередь визуальный образ Офицера России это какой-то, может, там, лысеющий, седой, такой умудренный жизнью. Но нечто благородное, да, ведь совершенно... А давайте посмотрим на фотографии, что мы там увидим. Мы увидим мальчиков, девочек, очень молодых, и даже по их внешнему виду, знаете, ну, у меня глубокое убеждение, что большинство из них не то, что не офицеры, а и срочную службу в вооруженных силах не проходили. Только что мы обсуждали это с предыдущим нашим собеседником, видимо, да. Тимур, мы не можем тебя долго задерживать, очень важно понять прогноз. То есть будет некий закон, о чем он может быть, что там можно зарегулировать, потому что предмет, как мы понимаем, весьма абстрактный. Мне кажется, что если они все-таки пойдут дальше и сохранят эту тенденцию, они крайне формализуют, они определят не только, что может быть показано, а конкретно по пунктам перечислят. Что, например, да, девочка, условно говоря, вне зависимости от возраста, не может находиться на снимке топлес. Также они, как дегенировать и определять какие-либо повороты головы, позы. Пока это все остается глубоко субъективным. Но как с законодательством по экстремизму? Я не исключаю, что будут учреждены специальные экспертные центры, в которые будут входить эксперты и будут рассматривать, говорить, что это проявление излишней сексуальности, подстрекательства и прочее. А это уже будет становиться непосредственно поводом для либо закрытия каких-то мероприятий, а то и уголовных дел. Практика по 282 многих смущает. Мне вот интересно, как все это совмещается с модельными агентствами, которые сейчас просто на каждом шагу, детские модельные агентства, которые, пожалуйста, вот как-то у меня все, весь пазл не складывается. Все вместе это не складывается. Ну, а все очень просто. Они просто будут вне закона. Как у нас многое вне закона. Да, да, совершенно. Просто вычеркнут из правового поля и поставят на это запрет. Евгений Березнер даже адреса назвал тех учреждений, куда можно будет прийти в первую очередь. В котором звучат голоса. Ряд ведущих музеев страны. Да, и короткая такая ремарка. У нас крайне, несмотря на то, что все мы защищаем детей, все мы порицаем педофилов и желаем им самого страшного, у нас крайне формализованный подход к этой проблеме. И те даже моменты, которые прописаны в уголовном законодательстве, уже устоявшимся и прочим, и у нас может выйти так, да, по закону. И прецеденты, они известны, когда человек, продемонстрировавший гениталии на детской площадке среди совсем маленьких детей, получит больше, нежели человек, который совершит реальное сексуальное насилие в отношении 15-летнего. Все элементарно просто, потому что по одному составу, если детям нет 14 лет, это любое действие с этим связанное будет рассматриваться как изнасилование, а там вроде есть насилие сексуальное, но уже старше. И мне кажется, что вот этот формализм, он немножко говорит о двулище, в том числе тех людей, которые и так пытаются защитить наших с вами детей от вот этого влияния. Тимур, скажи, пожалуйста, последний момент. Ты в системе работал. Эта история говорит о том, что у системы называется развал схождения, да, уже не функционирует. Да, здесь не то, что функционирует. Система такими вопросами не задается. У системы есть более очевидные преступления, которые необходимо раскрывать. Я беру систему более общую, законодатель, я добавляю. А у них то же самое, они не мыслят такими категориями, несмотря на то, что вроде и право-то у нас непрецедентное, а само законодательство у нас один сплошной прецедент. Есть события, на него откликнулись, а как оно дальше будет развиваться, доехало, болело. Да, прекрасная мысль. Читайте, пожалуйста, иногда жутко голые снимки всего лишь дети и прогноз нашего эксперта, который разбирается в этих вопросах про папочку PPPNN. Как раз прочтите и будете понимать, почему Тимур про это рассказывал. Спасибо, Тимур. Спасибо, всего доброго. Мы двигаемся дальше и будем связываться с нашим очередным экспертом, но давай, Оль, напомним, собственно, что является поводом для нашего разговора и какое голосование у нас продолжается в нашей официальной группе ВКонтакте. Да, давайте голосование, сейчас посмотрим, каков у нас промежуточный итог нашего голосования. Итог мы в конце подведем, не будем настраивать позов. Так, это я смотрю просто, мне же интересно самой. Итак, поддерживаете ли вы закрытие выставки без смущения? Да, таким выставкам нет места в России, нет, это какое-то мракобесие, не знаю фотографа и не могу судить. Ну вот сейчас у нас уже почти 200, уже больше 200 человек проголосовало. Друзья мои, присоединяйтесь к голосованию. И я напомню, что мы, собственно, говорим о той выставке, которая вызвала неожиданный резонанс среди, например, детского нового омбудсмена и нашей прекрасной Мизулиной. Вот, и что же у нас происходит на данный момент? Ну, собственно, все понятно. Мы пытаемся разобраться в этой ситуации вместе с нашими экспертами. Тут говорят про некую половую составляющую. И кто, как не наш следующий собеседник, врач-сексуолог, профессор, общественный деятель Лев Щеглов. В этом разбирается лучше других. Лев Моисеевич, добрый день, мы приветствуем вас. Добрый день, здравствуйте. Ну, первый вопрос простой. Как вам вся эта история, вот если попытаться ее тремя-четырьмя какими-то фразами описать? К сожалению, ожидаемо, но не менее противно. А можно я уточню? Видели? Понравилось? Ну, на самой выставке я не был, но в интернете посмотрел. Так, ну как? Вам кто больше понравился, работы фотографа или люди, которые называют себя офицерами России? Вы ведь наверняка и их фотографические изображения тоже успели оценить? Да. Нет, ну, если как бы мы уберем иронический тон, то в работах я не вижу ничего для себя особо привлекательного, ровно так же, как и не вижу ничего ужасающего, аморального. Короче, то, что организации в данной выставке поставили 18+, на мой взгляд, совершенно логично. Не нравится – не ходи. Никаких нарушений закона, никаких нарушений статьи 241, часть 1, то есть речь идет о порнографии, даже близко нет. Так, а вы можете тогда нам объяснить, чтобы вот мы не ходили вокруг да около? Что за шум? Чего происходит? Вот наш коллега Тимур Зайнулин, который, собственно, журналист и профессионал, он работал в системах МВД, он говорит, я просто цитирую его текст, сейчас, секунду. Чувствуется в новой истерике зародыш будущего закона, где за снимок ребенка в трусах будут давать и при том срок. Как вы думаете? Не хочется верить в то, что бред и маразм может принимать рамки законов, хотя уже немножко мы с этим знакомы. А это именно бред и маразм, без всяких допусков, без всяких отступлений? Совершенно. Потому что там, где нельзя будет детей в трусах, завтра нельзя будет детей в майках, послезавтра будет контролироваться размер пальто, манжетов, но дальше мы просто переходим в симптоматику психиатрического учебника. Значит, общие ощущения таковы. Первое. Это безусловный тренд продолжения мракобесия, отвлечения людей от реальных проблем и накачивания их чувством какой-то особой якобы нравственности по сравнению со страстной атакой, который якобы ведет на нас Запад. Этот тренд начался не вчера, началось с преследования людей другой ориентации, с попыток воздействовать на Петровского запрещения выставок вот такими же активистами в кавычках. Если мы помним, Льву Додину в Малый драматический театр подкидывали свиную голову. Если мы помним, эти активисты сжигали книги Сорокина, ну то есть полное мрачное средневековье. Пугает и настораживает не сам этот факт, потому что, мягко говоря, странных людей достаточно в любых странах и в любых обществах. Пугает, первое, то, что большинство с неким даже удовольствием принимает этот мракобесный и очень опасный для страны тренд. И второе, пугает молчание властей. О чем это говорит вам, Лев Моисеевич? Первое, молчание властей, о чем вам говорит? Это говорит, наверное, о том, что, а, либо они растеряны, растеряны, потому что их действия будут восприняты как непопулярные среди того же дремучего, агрессивного большинства. Либо, б, они не видят в этом чего-то опасного. А на самом деле это очень опасно, потому что, как мы видим, это все нарастает. И необразованные, необученные, глуповатые, злобные люди становятся цензором всего. Не надо быть искусствоведом, не надо быть экспертом, историком, мыслителем, психологом, философом. Надо орать и брызгать слюной. Вот, собственно, и все. Лев Моисеевич, ну это было уже. Это опасная история. Очень опасная, потому что по мере развития это будет нарастать. И, в принципе, это ведь и демонстрация неуважения к власти. У власти есть полиция, у власти есть закон, у власти, в конце концов, есть эксперты. Экспертиза. А тут возникают какие-то люди, которые сами подменяют собой экспертов, власть, карающие органы. Вот выстраиваются какие-то люди в каких-то курточках, называют себя офицеры России и говорят, вы никуда не пойдете смотреть. Точка. Причем самое любопытное, я уверен, что этими ребятами кто-то манипулирует. Это не стихийная история. Лев Моисеевич, смотрите, какая еще есть популярная конструкция, которую люди обсуждают в сети. Якобы это нужно ровно для того, чтобы посмотреть на вашу реакцию, посмотреть на реакцию простого человека. Потому что мы видим, как под комментариями к новостям с цитатами детского омбудсмена, например, народ пишет «И правильно, и так их негодяев». Какой он там художник? Американский, да, он же из Штатов. Американский фото, там вот эпитеты вы можете себе сами представить. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Есть же реакция разная, и масштабы этой реакции тоже разные. Возможно, это некий замер, возможно, это некая измерительная конструкция. Я бы все-таки считал, что... А что тут замерять-то? Я уже сказал, что до этого, как вы помните, громили выставку «Сидура». Ну, обливаться фекалиями, это, видимо, вообще у нас становится гораздо более художественным актом, нежели выставки, которые не нравятся. Ведь все ясно, все ясно, что для людей, оболваненных, раздраженных жизнью, слабо разбирающихся в тех проблемах, в которых они совершенно не продвинуты, это всегда будет на ура, чего тут еще замерять. Но мне кажется, если власть как бы специально пассивничает... Ну, потому что мы, по большому счету, мы же видим, как легко скручивают тех, кто совершенно по закону проводит одиночный пикет. Три секунды. А тут какие-то несколько людей препятствуют другим посещать мероприятия, что является, в принципе, уже уголовным нарушением. Это же хулиганство. И полиция стоит в сторонке и наблюдает. Это может кончиться очень и очень плохо, потому что эти люди, они как бы насыщаются своей значимостью и наплевательством не только к каким-то специалистам, интеллигентам, и не только ко всему обществу. Это обязательно будет наплевательство на закон и на саму власть. Олег Масич, у меня вопрос немножко из сферы сексуальной уходя. Да, вот смотрите, если мы вспомним 1974 год, 15 сентября, да, это выставка на окраине столицы, которую, соответственно, с привлечением всяческих властей, милиции и бульдозеров снесли. Значит, если бы ее не снесли, эту выставку, то вряд ли мы бы сейчас о ней помнили. И тут то же самое, интересная ситуация возникает. Если бы столько, так сказать, не привлекли наши товарищи, типа Мизулиной и Нового, то мы бы и не узнали о том, вот я лично, что есть такой фотограф. И сейчас, вы же понимаете, 2 миллиона просмотров. Если быть таким конспирологом, то, безусловно, можно представить себе, что всем инициаторам этой травли каким-то образом заплатили сами организаторы выставки, потому что, ну, большего пиара представить себе невозможно. Можно хотя бы сообразить, что, честно говоря, она работала уже, кажется, 10 дней на конкурсе, фактически, закрытие, все это начало. Значит, ну, я все-таки думаю, это не совсем так, хотя это им на руку, да, потому что любая информация, кроме некролога, это реклама. Лев Моисеевич, подождите, здесь я вас перебью. А вы будете спорить с тем, что информация, она по разным каналам распространяется на разную аудиторию? Одно дело, вот мы с вами здесь, в интернет-канале, в Антанк-Офисе, обсудили. Одно дело вы где-нибудь в ФМ, где по зоне это обсудили. И совсем другое, обсуждать это на телеэфире, в телевизоре, который смотрят все бабушки во всей стране, в самой даже глухой деревне. Безусловно. Вот поэтому я все-таки считаю, что это вроде бы логическая версия, что это сами организаторы все устроили. Она не работает. Нет. Нет. Это устроили те, которым надо на этой теме пропиариться. Вот эти всякие инициаторы, все эти депутаты, к сожалению, проявил себя новый детский омбудсмен. Проявила. Ну, проявила, да. Вот для них это потеря лица среди думающей части населения и одобрительное улюлюканье тех, которые не понимают и не желают разобраться. И действительно, вот Николай прав, в каком-нибудь, скажем, поселке, я говорю это отнюдь без презрения. Там лучшие люди страны живут, но у них информация только такая. Какая-нибудь бабушка искренне поймет что-то, услышав, что вот эти новый омбудсмен и госпожа Мизулина в очередной раз, став своей мощной и развитой грудью, заслонили народ от размывающего, тлетворного, какого-то антиморального влияния. Вот и все. Понятно. Это Лев Щеглов и его мнение по этой ситуации. Лев Моисеевич, спасибо вам большое за эти несколько минут и за то, что успокоили нас в хорошем смысле, как профессионал. А то уже, знаете, начинается местами. Да. Да. Удачи. А последний момент хочу на вас проверить. Подождите, не бросайте трубку. Да. У нас голосование идет ВКонтакте. Мы спрашиваем людей максимально просто, чтобы все смогли понять, о чем эта история. Поддерживаете закрытие выставки? Да. Нет. Не знаю такого фотографа. Ну, как вы думаете, что у нас на первом месте? Ну, я не очень хорошо знаю вашу аудиторию. Я думаю, что, наверное, на мой взгляд, примерно на три части так и разделят. 40 поддерживают, процентов 30 не поддерживают, процентов 30 скажут, что они вообще ничего не знают и о чем речь. Так мне кажется. Ну, вот смотрите, мы вас даже порадуем. Вы были слишком пессимистичны, Лев Моисеевич. 46 процентов говорят, что закрывать выставку – это мракобесие. А закрывать и да, так и надо считают 16 процентов. В то же время почти 40, 38 не знают фотографа и не могут судить. Это здорово. Это наоборот вы меня порадовали, потому что иногда действительно уже накатывает какое-то ощущение полного безумия. Нам пора встретиться живьем и таким образом снивелировать вот эти вот расхождения в ощущениях. Это Лев Щеглов был на связи с интернет-каналом Фантан Коев, с Левом Моисеевичем. Спасибо вам большое. Всего доброго. Есть. Удачи вам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова